Приветствую, друзья! Вся страна уже видела это скандальное видео с Александром Трухиным, который пьяный попал в автомобильную аварию и предлагал полицейским взятку за то, чтобы он тихонько убежал в лес. Я бы хотел начать не с этого, не показывать то, что уже обсосали другие блогеры, журналисты, СМИ, а покопаться глубже и показать истинную сущность, почему это видео спустя полгода увидело свет только сейчас. Все вы знаете, что у Зеленского не получилось посадить Порошенко. Ну, суд перенесли с 3 февраля на 11, мы посмотрим, что будет 11 числа, это уже отдельная тема для отдельного разговора. Им нужен новый, так сказать, человек для посадки. Какая-то очень одиозная, ненавистная личность, которую можно посадить и поднять себе рейтинг. И они нашли эту личность. Это Арсен Борисович Аваков. Последнюю неделю начали говорить о том, в серьезных влиятельных кругах, что будут готовить посадку Арсена Авакова, если у него удастся посадить Порошенко. И вот даже пропагандисты за власти на своем ресурсе рассуждали, а как лучше посадить и за что Арсена Авакова. А дальше, друзья мои, все просто. Аваков узнал через своих людей, что у власти есть намерение его, скажем так, репрессировать. И после этого он выбросил карту, после которой намекнул Зеленой власти, что лучше его не трогать. В день ДТП видео попало первонаперво в кабинет к Денису Монастырскому, который его незамедлительно уничтожил. Так как Трухин является так называемым теневым кассиром партии «Слуга народа». И в этой сумке, из которой Трухин намеревался дать взятку инспектору, хранился очередной грязный кеш. Дело было приостановлено Монастырским, и мы с вами никогда не увидели бы его продолжение. Но копия записи до Монастырского попала в руки еще к одному человеку. Начальнику департамента патрульной полиции Евгению Жукову. Стопроцентному назначенцу и человеку Авакова. Его верному соратнику и даже другу, который и отдал эту запись в архив компроматов на слуг бывшему министру МВД. Честное слово, там второй это наш человек. Безусловно, Аваков это страшный человек, но он не глупец. Он решил перестраховаться и на случай экстренного желания его закатать в асфальт после того, как он потеряет власть. Он везде своим людям дал команду докладывать. Ну так часто и бывает, что верные ему соратники, люди приносят и компромат бывшему своему хозяину. За это получают кеш. Ну вот хозяин это сохраняет, держит на черный день. Таким образом, Аваков показывает слугам народа, что ребята, лучше меня не трогайте. Представьте, сколько вот таких компроматов сейчас держат у себя в архиве Аваков. Друзья мои, вот я вам честно хочу сказать, мне это все ужасно и мерзко видеть и смотреть, потому что, ну вот вы думайте, 30 лет, 30 лет независимости, а система у нас как не менялась, так и не меняется. Как покрывали своих, так и продолжают, собственно, это делать. Все животные равны, но некоторые ровнее других. Теперь я вам скажу, что нужно делать Зеленскому. Да все предельно просто. Во-первых, такой позорище, как Трухин, не имеет никакого права находиться в Верховной Раде Украины. Забрать депутатский майдат, выгнать с позором с Верховного Совета и завести уголовное дело за отдачу при исполнении должностному лицу взятки. Ну и за вождение в нетрезвом виде, которое повлекло за себя, после себя аварию. Это первое. Второе. Венедиктова, безусловно, должна уже давно уйти на покой. Это позорище номер два, которое, кого только оно может сажать, так это за взятки простых людей, как мы с вами. А ни одного серьезного чиновника, включая Порошенко, она просто-напросто не способна посадить. По моей информации, госпожа Венедиктова неплохо прикармливается из рук того же Петра Алексеевича. Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги. Ну и третье. Монастырский за должностное преступление, за сокрытие важных материалов, тоже должен отправиться в отставку. Этот человек не внушает никакого абсолютно доверия. Как говорится, действуйте, господин Зеленский, а мы подождем и посмотрим. Пока! Я себя не считаю виноватым, я абсолютно честный человек. Я на всякий случай сгружу вам 150, будут оставить без себя. Просто такой бонус. Я могу вам точно, с полной уверенностью сказать, что пьяный я не был. Я не был пьяный. У вас знаки, когда алкогольное спринение? Не трудно. Прохина, булы. Убирайтесь вон! Подлость, гадость, преступники! Ненавижу вас! Негодяй! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok